Государственный Эрмитаж отмечал накануне юбилей 255 лет со дня основания. Пышные торжества не планировались. Планировалось что-то вроде праздничных будней или будничного праздника. Всё как всегда, или почти как всегда, но только чуть более торжественно. С некоторыми церемониями, которых Эрмитаж всегда заслуживал. По весу, по статусу, по рождению, в эпоху просвещения. Дата рождения немного произвольная. Её выбрали по стечению некоторых обстоятельств. Приняли во внимание указ Екатерины Второй, которым она распорядилась принять предложенные берлинским купцом Готсковским в счёт погашения его долга перед Россией 225 картин выдающихся европейских живописцев. Тот поначалу собирал их для прусского короля Фридриха Второго. Но это так, детали. Из Петербурга сообщает Юля Струкова. 7 декабря, в день святой Екатерины, вход в Эрмитаж бесплатный. Многочисленные очереди с утра. Я больше люблю манэ, импрессионистов, но сегодня решила по классике. Но мы внутри ещё не были, только снаружи видели. На первый раз приехали. Я из Таиланда. Я давно хотела увидеть сокровища русских монархов. Что вы хотите посмотреть? Всё абсолютно. Здесь особая программа в эти дни. Михаил Петровский говорит, у музея нет определённого дня рождения. У нас метрики нет в Эрмитаже. Мы решили, что давайте мы в день святой Екатерины будем от того года, когда появились первые коллекции купленной Екатерины, будем считать наши дни. И вот таким образом это всё происходит. Мы считаем, когда мы говорим, что музей как консервативный инноватор, мы рождаем такие инновации, обращаясь, возрождаем многие традиции. Одна за другой открываются выставки. 280-летию со дня рождения князя Потёмкина посвятили экспозицию в 10 залах. Настоящий потёмкинский размах. Полторы тысячи предметов, оружие русско-турецкой войны, трофеи. Вот Потёмкинская турецкая палатка. Её реставрация стала целым научным исследованием. Изящнейший сервис, дипломатический дар короля Пруссии Фридриха Великого, князя Потёмкину. Выставка о заслугах выдающегося государственного деятеля. Создание Черноморского флота, военные реформы, мирное присоединение Крыма к России, победы в русско-турецкой войне, развитие заводов, которые находились под покровительством Потёмкина и многое-многое другое. Впервые демонстрируют предметы личных коллекций Потёмкина. Вот музыкальные механизмы, напольные часы с двумя органами внутри и английская люстра, которая может исполнять 12 мелодий. В зале рядом пример блестящей работы реставраторов Эрмитажа. Фрагменты скульптуры из золочёной бронзы Виктории Кальватоне были найдены в Италии в XIX веке, собраны воедино и датированы II веком н.э. После статуя оказалась в Германии после падения Берлина в Эрмитаже. Её изучали и реставрировали несколько десятилетий. Реставраторы провели исследование и установили, что изначально крыльев богиня не имела. То есть это однозначно в античные времена она не была богиней Победы. А в Георгиевском зале выставка к 250-летию учреждения Ордена Святого Георгия. Вот первый экземпляр, который возложила на себя императрица Екатерина II. А это кресты георгиевских кавалеров конца XIX века. Владельцы этих наград — белые офицеры. После революции орден был упразднён. Его символика появилась во времена Второй мировой — Георгиевская лента. В Новой России Георгиевский крест и Орден Святого Георгия — вновь высшие военные награды. На Дворцовой площади огромный экран. Здесь целый день показывают фильм-перформанс бельгийского художника и режиссёра Яна Фабра. Лента называется «Любовь, высшая сила». Фабр в рыцарских доспехах шествует по коридорам Эрмитажа и преклоняется перед полотнами великих. Я очень люблю Россию и тот культурный код, который несут в себе русские люди. Мне нравится страсть и энергетика русских. А мой фильм — признание в любви той красоте и к тем произведениям искусства, что выставляются в Эрмитаже. Юлия Струкова, Сергей Скоридов, Александр Зубарев. Новости культуры. Санкт-Петербург.